В спартанских условиях закаляется дух будущих воинов. Сюда в военно-патриотический клуб «Барс» приходят заниматься совсем мальчишки, чтобы вырасти в настоящих бойцов. Кирилл один из самых маленьких воспитанников, ему всего девять. И до службы в армии еще далеко, но когда придет время, он будет готов. Меня дали родители, чтобы пойти, чтобы тренироваться, делать что-то, заниматься. Это хорошая работа, мне нравится это все. Старшеклассники, выпускники колледжа и студенты приходят сюда сами. Общая физическая подготовка, рукопашный бой – это только одно направление. «Барс» готовит будущих бойцов для альпатрядов. Мы им даем альтернативу. Они у нас занимаются, проходят подготовку, мы за них суетимся. На них приходит телеграмма с Москвы пофамильно, и они служат, идут в конкретную часть. Андрей Антонов сам в прошлом выпускник клуба и один из первых, кто попал служить в эти элитные войска. Я начал заниматься военной подготовкой еще в центре аванпоста, который на Войновке находится. А занимался я там два года, ну как бы какие-то знания получил, там как бы программа обучения закончилась. Сидел дома, делать нечего было. Неделю просидел, было скучно. Товарищ позвал меня, говорит, пошли к нам на тренировки в «Барс». У нас, говорит, офигенно. Я такой, ну хорошо, все, пошел на тренировку. История клуба как бы насчитывает на себя уже не одно десятилетие. То есть когда-то это был пока десантник, еще потом это стало «Барсом». На тот момент, когда я пришел заниматься, это все тренировки проходили в трехкомнатной квартире. В одной комнате был спортзал, в одной тренажерный зал, тренерская и раздевалка. И там буквально зал, наверное, был 36 квадратов. И у него помещалось, там, не знаю, человек по 40, надевалось. Было очень тесно, но людям нравилось, они ходили. То есть, ну не знаю, как бы оно того стоило. Приезжали на «Эльбрусиану». Первый раз я с клубом поехал туда в 2009 году. И мы под рукосом Олега Николаевича как бы зашли на вершину. Когда вот это вот такое было значимое, наверное, действие. Это «Эльбрус» вообще моя первая гора, на которую я вообще поднялся. Ну, если в альпинистских критериях это двойка, как бы это на третий разгляд. Это не так уж и сложно. Ну, вся сложность там заключается именно при древней высоты. То есть, там в «Эльбрусиану» на «Эльбрусиану» очень сильно ощущается. Во-первых, это и так 5000 метров, там, 5600. Плюс, это, 5600 на Кавказе и 5600 где-нибудь в Гималаях – это разные вещи. То есть, если у нас на 3000 уже ничего не растет, там, снег, лед и прочее, то, допустим, в Гималаях там на 4000 еще цветут сады, там, деревья растут. То есть, как бы разница в климате немножко ощущается. Ощущения были прям офигенные, будто что-то значимое в жизни такое совершил. Сейчас, конечно, это может не смотреться там, что-то такое громадным таким-нибудь совершением. То есть, тысячи, там, сотни тысяч, может, миллионы уже на «Эльбрус» сходили. И это не такое, что большая заслуга. Просто когда-то это было таким, это прям, разу что такое знаковое в жизни, такое событие, которое дало толчок дальше к развитию. Тогда «Альп-подготовка» только зарождалась, и первопроходцем выпало стать Антонову. Мне предложили так и так. Вот есть сейчас такое подразделение, 34-е, отдельная подразделяющая бригада горная. Там вот есть там разведроты, роты спецназа, там, можешь попасть туда, там. Вот пойдешь к первопроходимцам, ну, узнать, как там, что там. Я такой, ну, все же у нас там ходят, там, спецназ, там, ВДВ и прочее. А пехота звучит как-то не очень. Я говорю, а я пойду, если клубу надо, как бы пойду. Ну, и пошел туда. Вот перед этим, наверное, еще раз на сбор отправили, на Кавказ, в ущелье Адусу. Вот там тоже мы горе хапнули, там, одно из самых таких тоже сложных мероприятий в моей жизни было. Там чисто из-за непогоды. Мы поехали туда в ноябре месяце, уже практически, октябрь-ноябрь. Это считается, как бы, в альпинизме межсезонье. Погода портится, то есть, и условия были такие конкретные, там, ветра постоянно ночами дули. Строишь стену снежную, лучшая палата к утру ее нету. Всю ночь тебя колыхают. Я пришел в военкомат, на меня была телеграмма, на мою фамилию на одну. Меня сразу в сторонку, одели, обули, и никак меня вообще не трогали. Никто не дергал, ничего, все знали, что вот я иду туда. Ну, каска итальянского полковника, я уже не помню его зовут, знаю, что у него позывной был, малина. Ну, до сих пор тут написано осталось. Почему-то через пол. Этот сувенир он привез из армии, когда проходил службу в Альпатряде. Они готовили трассу для российско-итальянских учений. И там итальянский полковник подарил Андрею свою каску. Всего год службы, а истории не на одну программу. Нас собирает наш командир, говорит, вот у нас есть новое мероприятие. На Эльбрусе в прошлом году эльбрус упал, а мы это знали, как бы это везде в СМИ было. Указ передачи президента снять его, то есть с вершины эльбруса. Ну, с вершины, он на 4800 лежал, на скалах Ленца. И мы собрались буквально за три дня, собрали необходимую экипировку, продукты питания получили. Все, за нами прилетел эльбрус, и мы отправились на Эльбрус. Начали мы разбирать эльбрус. Поначалу у нас очень все это туго шло из-за погодных условий, то есть то, что много было снега. Командир нам говорит, сейчас, говорит, это идея есть, сейчас я сгоняю в бригаду. Он сел на борт, улетел, вернулся через неделю, привез нам лыжи горные. Ну, так называемый скит-тур. То есть это лыжи, ну, они как горные, но на них можно идти вверх. То есть на них крепление специальное, где пятка отстегивается для ходьбы, и клеится такая, как коврик на лыжу с ворсом в одну сторону. Камус называется. И мы начали заниматься там, правильно, горнолыжной подготовкой. То есть первое время туда ходили на вертолет на лыжах. Когда уже все подтаяло, начали ходить уже так, пешим, там, то есть начали потихоньку его разбирать. Там, как бы, вообще, ну, как бы, в авиации у них там все это, я так понял, состоит из блоков, то есть там нет какой-то отдельных деталей, там все блоками. То есть что-то выходит из строя, сразу блок меняют. Вот мы начали откручивать все эти блоки, вырубать проводку, снимать броню, сидения, шурвал. Все, что, короче, откручивалось, мы все снимали. Отвертками, пассатижами, ключами полностью проводили демонтаж. Снаружи отстыковали все лопасти, кроме одной, и фермы, на которых крепились боеприпасы и прочее. Прожектор еще. Вот, оставили одну ферму. Далее, что мы сделали? Мы вытащили движки, каждый движок весил по 346 килограмм, по-моему, или 345 килограмм. Вот, растащили их в стороны, нам помогли ребята с МЧС местного, то есть мы там, то есть нам не под силу было, то есть один такой движок выдернуть из места, где он сидит, то, собственно. Вот, мы с помощью вот этой же лопасти, которую мы как стрелу у крана использовали, вытащили движки, расставили их в разные стороны, отстыковали редуктор и все. Ну, то есть это вот протяжалось, ну, на протяжении трех месяцев это было, то есть это не такая нескорая операция. То есть у нас каждый выход туда занимал неделю, то есть мы выходили до промежуточного лагеря, ночевали, поднимались на вертолет, там жили 2-3 дня, спускались вниз, 2 дня отдыха и так каждую неделю. Все это на себе спускали, то есть там остались только, наверное, куски брони, некоторые остались, ну, может, там фермы остались, а все остальное мы все спустили. Из-за разряженности воздуха грузоподъемность у машины разная, то есть вот в идеальных условиях вот этот вертолет большой, который Ми-26, привозил нам грузовые машины, и эта у него грузоподъемность была на уровне моря. С высотой грузоподъемность у вертолета теряется, и если еще температура теплая, еще она больше теряется. И специально мы вот его разобрали на части и ждали минусов, то есть когда будет минусовая температура конкретная, тогда у него характеристики выше, вот он именно при минусах-то забирал. То есть нельзя было сразу забрать, целиком и увезти. Я считаю, что он совершил героический поступок, имея и силы вынослив, более 4 тысячи с половиной метров на высоте, вырубал из Альданыча детали вертолета, который по теперьу крушения, спускался вниз. Это нужно подготовку колоссальную иметь. И я считаю, что на его примере можно учиться, и это настоящий сибиряк, сибирский, тюменский характер. Когда я был и видел эту молодежь, инструктора, я действительно для себя горд за то, что такая молодежь у нас есть. Они реально увлечены своим делом, они делают очень его хорошо. И, наверное, это яркий пример, как вообще нужно жить, наверное, и учиться у них. Клуб Барс, он уже много лет занимается военно-патриотическим воспитанием. Вот и один из проектов, который на общем собрании был одобрен, это подготовка, водолазная подготовка. Это направление появилось недавно. Теперь в Барсе готовят и боевых пловцов, а число отслуживших в Альпатряде уже перевалило за 80. Четвертый призыв отправляют по 15 человек. У нас ребята все подготовлены, даже если не с точки зрения альпинизма, то сами как люди, они все на должностях стоят, замков, командиров отделений. И это люди, на которых можно положиться, которые могут зарулить личным составом, у которых есть понятие о военной службе, вообще что такое армия, и как себя там вести. Это такая штука, которую должен сделать каждый, я считаю. Ну, мужик. Ты служил, тогда у двух родителей, ты гражданин. И как бы у меня такое мнение было, я пошел с такими мнениями в армию. То есть это моя точка зрения. Каждый политический призыв, есть такие пассажиры, которые съезжают в последний момент. Самое обидное, когда они не являются военкоматом. То есть было у нас таких два случая, даже не два, а три. Ну, так и всякое бывает. То есть это такое обстоятельство, которое, ну, никак. То есть даже вот с военкоматом, конечно, стына перед военкоматом. Они за нас суетятся там, то есть оставляют наших парней на призыв больше. То есть вот они стоят на весну, допустим, наши парни. То есть военкомат нам помогает и оставляет их на оси, чтобы они успели съездить на сборы и подготовиться хорошо. Он оставляет так, а потом у вас они не приходят. Мне говорят, типа, Андрей, ну, как так? Я такой, ну, вот так вот. Они говорят, ну, что поделаешь? Да, стыдно, ну, что с ними делаешь? У меня много мелких парней. Там лет, там, от 12, там, и старше, там, уже от 9, наверное. Просто мне нравится работать. Нравится, когда у них что-то получается. Там, показываешь им удар, там, по разу он, там, не получает в него. Десять раз, там, одиннадцатый получился. Ну, прикольное ощущение. Это для тебя, получается, чему-то научить. Я вот, получается, 9 лет тренирую, уже десятый пошел. То есть, некоторым детишкам, которые мне лет 12 начинали, им уже за 20. Ну, такое интересное ощущение, когда они были вроде такие маленькие, вот уже выросли. Просто приятно. Ну, мне кажется, это как-то мое. То есть, я вот хочу какую-то, там, позицию свою жизненную вырезать. Я вот жаю так. То есть, я, ну, не то, чтобы я заставляю, там, людей, там, свою точку зрения принимать. То есть, ну, я просто показываю, как можно, как можно жить там, как можно действовать. Субтитры сделал DimaTorzok